Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Говоря об ученых, сказал Аллах отдавал им предпочтение перед другими верующими всегда и во все времена Аллах возвышал их посредством знания и украшал их кроткостью С их помощью мы отличаем дозволенное, то есть халяль от запретного харам, истину от лжи, вредное от полезного, прекрасное от безобразного Их заслуга велика, их значимость огромна Они являются наследниками пророков и доставляют радость близким к Аллаху Рабы в море молят Аллаха об их прощении Ангелы возлагают на них свои крылья Они станут заступниками за верующих в судный день после пророков Общение с ними помогает обрести мудрость А благодаря их делам воздерживаются от дурного беспечные Они лучше простых поклоняющихся и выше по положению отрекшиеся от мира Их жизнь — приобретение для людей, их смерть — несчастье Они напоминают невнимательным и обучают невежественных Давайте до этого момента остановимся, потому что много всего Немножко посмотрим, какие описания есть Во-первых, с их помощью мы отличаем дозволенное от запретного То есть когда человек знает, что дозволено, что запретно Соответственно, он этими знаниями может делиться Эти знания, он говорит об этих знаниях Он описывает эти знания Или смотря на какое-то событие или на какую-то вещь Он говорит, что это запретно или это дозволено То есть на основе знаний, а не на основе своего какого-то ложного опыта или представления Отличает ложь истину от лжи Ну как бы тоже к этому Вредное от полезного, прекрасное от безобразного То есть на основе знаний Когда человек знает, он не просто читает книгу и эту книгу выучил И вот он знающий Знающий человек, он смотрит примеры Он смотрит, как эти знания использовать в жизни То есть чтобы эти знания были живыми знаниями Соответственно, он может сравнивать, анализировать И таким образом понимает, что вредно, что полезно Не просто на основе какого-то изречения А на каких-то примерах, которые он уже проанализировал Потому что часто к знающему человеку могут за советом приходить Еще какие-то другие люди И они спрашивают, и он уже анализирует Исходя из тех, например, случаев, с которыми он сталкивался Их заслуга велика Их значимость огромна То есть заслуга Кого? Заслуга ученых И значимость огромна Они являются наследниками пророков И доставляют радость близким к Аллаху Рабы в море молят Аллаха об их прощении То есть о прощении знающих, ученых Ангелы возлагают на них свои крылья То есть даже вот это описание Как ангелы себя ведут, да, знающими То есть показывает их значимость Как они их оберегают Возлагают свои крылья То есть показывают вот насколько Как бы их так опекает, окружает То есть насколько это Даже вот если представить Насколько это показывает значимость Таких людей Они станут заступниками За верующих в судный день После пророков Общение с ними Помогает обрести мудрость А благодаря их делам Воздерживаются дурном обеспеченные Да, то есть те люди, кто не придает внимания Какому-то делу То есть он Кому не свойственно там особо анализировать Размышлять Кто обеспечен, да Когда они общаются И сталкиваются с людьми знающими Знающий человек может быть ему полезен тем Что он укажет на ту мысль Которую может вам даже в голову не пришла Вы даже о ней не задумались А человек, когда услышал от вас Он вам может дать какую-то насырку То есть сказать Вот там сестра То-то и то-то То есть он Человек Обращает внимание на вот такие мелочи Которые прошли мимо него Беспечно он, да Жил Поэтому, когда общаетесь с знающими людьми Это будет полезно Иншалу Они лучше простых поклоняющихся И выше по положению Отрекшиеся от мира Помните, мы говорили на прошлых уроках О поклоняющихся и о знающих Их жизнь приобретения для людей То есть это благо Потому что когда человек знающий живет От него можно черпать Эти знания Они еще как источник Да, хорошей вот Чистой воды Можно напиться этими знаниями То есть это приобретение для людей Их смерть, несчастье Соответственно Как бы останавливаются эти Новые знания Но это не говорит о том Что нету вот этого Как садапа Да, когда человек отдает знания То есть они все равно Распространяются Но уже просто новых каких-то Нету Они напоминают невнимательным И обучают невежественных Ну вот то, что было В принципе сказано Выше Да, человек Когда невнимательный Или невежественный Да, он Общаясь И Слушая Да, наставления Знающих людей Иншаллах Как бы Поймет Да, какие-то Свои упущения Которые Произошли По невнимательности Или по Незнанию Никто не ожидает От них зла И не опасается От них вреда Да Ну, конечно Здесь тоже внимательно Потому что Иногда бывает Что Люди Чрезмерно полагаются На Кого-то Говоря о том Что вот Как будто Знающий Не может Допустим Допустить Какой-то ошибки Да Здесь вот Нужно Соблюдать Такой вот Баланс И опасаться От них вреда К сожалению В наше время Бывает так Что Много Кто прочитал Там Одну Две Три книги Уже Себя Позиционируют Как Алим И Окружающие Их люди Тоже Иногда Так Вот Например Часно Вот У меня Сосед Учился Три года Он Уже Знающий Ну Если Это Вы Так Решили Это Одно Дело Вы Как Б Возможно Он Более Знающий Чем Вы Но Если Человек Говорит Что Я Уже Все Знаю Прямо Алим Проучившись Три года Четыре Пять Даже Десять То Здесь Уже Стоит Засомневаться В его Знании В принципе Да Потому что Тот Кто Камель Вот Полноту Знания Себе Приписывает То 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 Как Такой Человек Точно Не Может Постить Чего Больше Знаний Потому что Он Уже Думает Что Он Все Знает То В принципе Он Уже Сам Себе Диагноз Поставил Что Он Знает Соответственно Ничего Нового Он Не Принимает В том Слане Что Знания Которые Он Вроде Как Уже Все Узнал Да То По Ему По Его Мнению Поэтому Здесь Нужно Значит Благодаря Их Воспитанию Покорные Люди Покорные Аллаху Люди Соревнуются Друг С другом В Послушании Да То Человек Когда Слушает Наставления Слушает Хадисы Аяты Которые Призывают К благому Такие Люди Если Эти Хадисы Оставили Аят Отпечаток Их Сердце То есть Если Они Задумались Они Стремятся К Благому То есть Стремятся Например Делать Наилучим Образом Поститься Молиться Читать Коран Делать Какие-то Благие Дела Садапа И так Далее То есть Они Соревнуются В благом С друг Другом И это Хорошее Соревнование То есть Как В послушании Здесь Конечно Чтобы было Намерение Ради Сказать Да Я там Больше Читаю Я Больше Знаю Я Больше Не знаю Там Больше У меня Там Чего-то Просто Вот Посмотрите Сравните Да Вот С кем-то А если Это Просто Ради А Супа Наталья И Есть Какие-то Бонусы Дополнительные По Мере Обучения Когда Человек Что-то Узнает Это Только Плюс Но Если Это Единственное Ради Чего Человек Узнает Что-то И Соревнуется В благом То При жизни Он в принципе Это получит То есть Если цель Была Человека Что он Получил Какой-то Диплом В конце Обучения Он получил Диплом И как бы Он же Хотел Диплом Вот у него Есть диплом То есть Он Свою Награду По сути Желаемую И получил Как бы В лучшем Случае То есть Если он Выполнял Какие-то Но Если Намерение Правильное Помимо Этой Награды Как бы Дуньевы То есть Этой Земной Награды Можно Получить Больше Можно Получить Именно То Ради Чего Стоит Вот это Соревнование В благом И Начинать Благодаря Их Добрым Проповедям Исправляются Неродивые То есть Человек Опять же Когда он Уже Сбился С правильного Пути Если Прислушается Да И Попадает В такой Меджелис Конечно Не всегда Но Если По воле Аллаха Его Направят На такой Путь Он Прислушивается К Каким-то Проповедям То есть Это Опять же Не должно Быть Какое-то Принуждение Как Нет Принуждения В религии Так вот А Каким-то Добрым Примером Наставлением И так далее То есть Если Это Все Таким Образом Происходит То Без Ноля Человек Неродивый Он Исправляется Конечно Это Не всегда Происходит Поэтому Как мы Знаем Даже У пророков Например Пророк Ну Алейхиссалям Его сын Не Последовал За ним Даже Пророки Страдали Ну Как Страдали То есть Они У них Такие Были Случаи Когда Их Даже Родные Близкие Люди Не Ишли За ними Все Нуждаются В их Знаниях Люди Доказывают Свою Правоту Тем Кто Выступает Против Истины Опираясь На Их Слова И Все Обязаны Их Слушаться А Слушание Знающих Запретно То есть Знания Все В них Как бы Вот эти Доказательства Описания Доказательства И описания Сейчас Билось Описания Доказательства Вот какие-то Размышления Когда человек Слушает Знающие Лекции Например Знающих Людей Вот эти Размышления Он Потом Тоже Размышляет Таким же Образом И берет Эти же Примеры Какие-то Логические Цепочки Как объяснить Кому-то Другому То есть Берет Это Как Задовод И когда Человек Например Замечает Что Слушает Например Какого-то Шайха Он Порой Приводит Одни и Те же Примеры Какие-то Схожие То есть Он Своей Жизни Часто Приводит У него Там Есть Какие-то События Кто-то К нему Приходил За советом И эти Истории Иногда Он В разных Матчлисах Повторяется Соответственно Человек Который Следует Уже Прислушивается К этому Ученому Он Тоже Берет Эти Примеры Для себя И они Тоже Для него Уже Как Довод Он Кому-то Их Объясняет И Таким Образом Это Стоит Уже Его Слова То есть Они Его Прошли Через Него То есть Он Их Уже Осмыслил Проанализировал И Взял Их Как Довод Для того Чтобы Объяснить Другим Людям Кто Подчиняется Им Пойдет По Правильному Пути А кто Ослушается Тот Проявит Своё Упрямство Когда Имам И Духовные Руководители Мусульман Сталкиваются С каким Либо Вопросом В котором Сомневаются И начинают Колебаться Они Поступают Так Как Говорят Знающие Основываясь На их Мнении Это Как Должно Так Быть Не всегда Так Вот Происходит Но Так Должно Быть То есть Когда Человек Прислушивается К знанию Или К Знающему Человеку Да То есть Он знает Что возможно Не совсем Компетентен В том Или другом Вопросе Поэтому Когда Следует Например Тоже Вот сегодня Как раз Почему Лекция Немножко Перенеслась Потому что У меня Тоже начались Свои Уроки И Как бы Наложилось Одно на другое Как раз Вот была Тоже Такая Вот Мысль Шейха Говорила Да Что О том Что Когда мы Берем Знания По Феху Мы Должны Брать Как бы В основе От Знающего Человека Именно В этом Вопросе Например Знания По Чтению Корана Да Такие Уже Более Глубокие Берется У человека Который В этом Знающий Потому что Иногда Бывает Спрашивает Например Человек Ну Айлим Например Шейх Который Знает Много Хадисов И так далее Его Спрашивают Ахтямитаджуит Какой-то Например Махарыч Какой-то Букв Ну Допустим То есть Он Может И учил Там Знает Какие-то Вот Моменты Но Он же Специализируется Не по Этому Да То есть Он К нему Приходите За вопросом Как бы Другого Плана И Нужно Тоже Вот В этом Проявлять Адабж То есть Знать Кого Что Спросить Если Вы Допустим Услышите Что Шейх Он Говорит Что Я Не знаю Обратитесь К кому-то Другому То есть Он Это Из-за Не из-за Того Что Он Плохой Возможно Это Наоборот Показывает Его Вот Это Понимание Амэн Которая Ему Дана То есть То Что Ему Доверили И Он Боится Нарушить Да Вот Какой-то Понимание Потому Что Например У него Знание В каком-то Вопросе Конкретном Да Потому Что Шария Он Большое Море Знаний Да И Если В каком-то Вопросе Он Не Совсем Допустим Компетент Он Может Просто Вам Посоветовать Обратиться К другому Или Сказать В общий Какой-то Ответ Иногда Основываясь На Каких-то Вот Именно Например На Фек При этом Например Чуть-чуть Не учитывать Например Направление Вашего Вопроса Поэтому Это тоже Очень важно Так Когда Правители Мусульман Проходят Принимать Решения По Таким Вопросам Которых Они Не Разбираются Правители Поступают Так Как Говорят Знающие Сказали Что Это В лучшем Случай И Этого К сожалению Сейчас Трудно Найти Но К этому Нужно Стремиться Если Человек Он Боится Страшиться Аллах Субхан Аталя Проявляя Любовь К нему Своим Благим Нравом Своими Поступками И так Далее Хочет Довольство Аллах Субхан Аталя То Так И Должен Поступать А если Не Знает Обратиться К тому Кто Более Компетентен В этом Вопросе И Основывается На Их Мнении Когда Паади Мусульман Затрудняется В Выяснении Какого Либо Речения Они Судят Так Как Говорят Знающие Опираясь На Их Слова Опять же Обращаются К знаниям Хотя Это Паади Человек Которого В принципе Ну Максимальное Количество Знаний Должно Быть Допустим В какой-то Местности Но Тем не менее У Человека Свойственно Человеку Свойственно Что-то Не знать Это Нормально Да Или Что-то Забыть Или Еще Что-то Потому Что Они Подобны Светочью Для Поклоняющихся И Маяку Излучающему Свет В Своей Стране То Это Как Буто К Чему Вот Как Маяк Да Что Маяк То Все Корабли Когда Идут Они Ведут Этот Свет Этот Свет Показывает В этом направлении Одновременно Освещает Какую-то Возможно Зону Риска Где Например Какие-то Скалы Или Еще Что-то И он Понимает Как Пройти Так И Знающий Человек То есть Он И Показывает Путь Направляет И Уберегает Каких-то Камней Которые Могут Стать Причиной Крушения Да Сбившихся Благодаря Их Им Оживляет Сердца Обладателей Истины И умирает Сердца Сбившихся С пути Они На земле Подобны Звездам На небе По которым Люди Ориентируются В море И на суше Когда Когда звезды Скрываются Люди Впадают В растерянность А когда Вновь Появляются В темноте Они Снова Начинают Видеть Да То есть Наличие Вот этого Света То есть Сравнимо Знающий Человек С Как бы Тем Кто Несет Свет Несет Как бы В прямом И переносном Смысле Свет Который Показывает Путь Прямой Путь И в то же Время Который Указывает Неправильное То есть Можно Отличить Правильность От неправильности Когда мы Видим Свет Мы видим Это вот Дорога Которая Нам Надо И в то же Время Мы видим Ту дорогу Которая Неправильная То есть Мы видим Пределы Вот Правильное Что правильно Что нет Ибн Хазм Сказал Если бы Достоинством Знания Извиняюсь Если бы Достоинством Знания Было Только то Что Невежды Благоговеют Перед тобой И вызывают Тебе Своё Глубочайшее Почтение А учёные Любят И уважают Тебя То уже Это было бы Достаточной Причиной Необходимости Приобретения Знаний Так что Говорить О других Его достоинствах В этом мире И так Что же Говорить О других Достоинствах В этом мире И в мире Вечном Да То есть Как бы Здесь Как бы От противного Идёт Да То есть Что даже То что Человек Который Невежественный Который Незнающий Как правило Несмотря На Своё Невежество И отсутствие Знаний Всё-таки Понимают Как бы В глубине Души Да Что Это Человек Знающий И как-то С ним Нужно Вести себя Более-менее Корректно Да То есть Ну Грубо говоря Если человек Он Какий-то Запретным Чем-то Допустим Занимается Или как-то Там себя Ведёт То Увидев Знающего Человека Он Всё-равно Будет Пытаться Скрыть Это То есть Он не будет Ну Как правило Конечно Бунтари Бывает Там Ну Как правило Скрыть То есть Не показать Показаться Вот что Лучше Возможно Чем Чем Он Есть На самом Деле То есть Это Уже То Что Он Понимает Что В принципе Он Делает Что-то Неправильное И Таким Образом Даже Не Ну Как бы Не Знающие Люди Невежды И А знающие Они проявляют Уважение Потому что Они ценят Да И понимают Важность Не самого Человека А важность Именно Тех знаний Которые Несет Этот человек Да То же Как В учителе Например Когда Кто-то Идет Обучаться Какому-то Учителю Там Шейху То Нужно С уважением Относиться К Вот К Самому Положению Да То есть Это Учитель Это Шейх То есть К нему Нужно С уважением Относиться Это В принципе Проявление Адаба Но Здесь Еще Важно Заметить Что Почему Да То есть Что Он Носитель Знаний Он Носитель Знаний И Проявляя Не Ну Как бы Отсутствие Адаба Проявляя Плохое Отношение Вы Проявляете На самом деле Плохое отношение Не совсем К нему А К тому Знанию Которое Он Несет Да То есть Если Человек Пришел К К Учителю К Курана На урок Да И он Рассказывает Про Куран И Человек Он Себе Там Ну Как-то Себе Не Совсем Внимательно Слушает Не Пытается Там Заняться Чем-то Другим Делая Вид Что Он Там Занят Или Еще Как бы Другие Можно Примеры То есть На самом Деле Он Проявляет Плохое Отношение Не К Этому Шейху Учителю Шейхи А К тому Знанию То есть Он Как бы Ним Пренебрегает Ну Ничего Что Ты Там Знаешь Талант И так Далее То есть Он Как бы Его Знание Это Пренебрегает Поэтому Следует Быть В этом Очень Внимательным Если Быть Недостатком Невежества Было Только То Что Невежда Завидует Ученым И Таким же Невеждам Как И Он Сам То Это Уже Была Была Достаточная Причина Необходимости Стремиться Избежать Его Так Что Говорить Об Остальных Его Пороках В Этом Мире Вечном Да То есть Даже Невежда Он Завидует Ученым Да То есть Он Как бы Хочет Избавиться От Своей Невежественности Он Стремится То есть Даже Вот это Он Даже Невежда Он Понимает Что Это Как бы Его Минус Да Он Понимает Это Его Минус То есть Даже Уже Вот Этот Как бы Казалось Бы Ну Такой Мирской Пункт Да Уже Как бы Даже Его Достаточно Для Того Чтобы Начать Или Для того Чтобы Понимать Важность Приобретения Знаний Если бы Польза Знаний И Занятости Его Приобретением Заключалось Только в том Что Это Отвлекает От Изнуряющих Соблазнов И Надежд Не Приносящих Ничего Кроме Беспокойства Избавляет От Мыслей Тревожащих Душу То Уже Это Являлось Бы Всякой Причиной Побуждающих Знаний На Тоже Как бы Еще Один То есть Даже То Что Человек Имея Какие-то Проблемы Например Потери Например Близких Еще Что-то Погружаясь В приобретение Знаний Читая Коран Читая Прекрасные Изречения Пророка Саллаху Тафсир И так Далее То есть Этим Он погружается В Как бы В мир Вот Знаний И Успокаивает Свою душу То есть У него Тревога Вот это То есть Это Хотя бы Хотя бы Вот эта Уже Причина Тоже Следует Как бы Ее Принять Как побуждающих Ну Побуждающих Знаний И на самом деле Очень много Таких Примеров Даже вот Из моей Практики Когда Несколько Вот Сестер Кто я знаю Вот они Потеряли Там Мужа Да По какой-то Причине И Вот этот Вот это Горе Да Им Удалось Пережить Да Легко На самом деле Что они Сами не Ожидали Когда они Начали Изучать Коран Начали Изучать Шариат И так далее То есть Это Полезные Знания Дали им Спокойствие Да Дали им Знания Которые Успокоили Вот Их А как же Иначе Ведь можно Долго Перечислять Достоинства Знания Наименьшими Из которых Являются Те Что мы Упомянули Да То есть Это как бы Такие Самые Маленькие Можно еще Много Про это Говорить Говоря О приобретении Искателя Знания Так Например Слабые Цари Утруждали Себя И отвлекались От того Что было Сказано Нами Игрой Шахматы И нарды Вином Песнями Охотой И другими Излишествами Приносящими Вред В этом Мире И мире Вечной Но Не Приносящими Никакой Польза Да То есть Человек В моменты Трудностей Он Обращается Например С мольбой К Аллаху Панаталя Молитва Читает Куран То есть Он Чем-то Занимается Потому что Такая Как бы Психика Человеческая Что Нужно Ну Или ты Полезным Будешь Заниматься Что тебя Приблизит К Довольству Аллаху Панаталя Или Это же Время Будет Занято Чем-то Другим Да То есть Чем-то Неполезным Да То есть Вообще Желание К познанию Или вот Такая Потребность К познанию Она Присутствует Если Человек Не наполняет Эта Потребность К познанию Полезными Знаниями Он Переходит К неполезным Да Особенно Часто Там Женщины Например Грешат Тем Что там Подседает На какие-то Сериалы На какие-то Там Посиделки Да Вот Просто Болтание Ни о чем И так далее Да То есть Это в принципе Такая вот Как бы Кажется Как зависимость Даже Да Сериал Один Второй Десятый Бесконечный Они ведут Или как бы Держат в напряжении Мозг Что там будет Сейчас На следующей серии Да Человек В принципе Не может жить Своей жизнью Потому что Он не может Чем-то заниматься Сейчас же там Сериал Сейчас вот Через пять минут Там Что-то там Случится Вот я там Не досмотрела То есть Все время Напряжение Он как бы Выпадает Из Спокойной Жизни И поэтому У кого такие вот Есть Проблемы Я вообще Не советую Вот Ну не то что Не советую Вообще Сама не смотрю Никакие сериалы И никому Не советую Их смотреть Потому что Какие-то полезные Допустим Фильмы Да Можно там Смотреть Ну полезные Да Если у них Есть Польза Ну если Это Вот Привязано Что там Вот какой-то Держит Таком Тонусе Все время То это Конечно Может быть Ну Во-первых Что Редко Когда есть Польза Да Там Такого В принципе Не бывает Но бывает Вот сейчас Там несколько Из каких-то Там Исламских Например Ну его Можно В любое Вам Удобное Время Смотреть Как бы Просто человек Он как Привязывается Да Вот кто-то Там Встает Утром И ему Нужна Чашечка Кофе Вот он Без нее Не может Так и люди Есть Вот Встают Им нужно Там Сейчас Включить Там Сериал Какой-то Нет Это Ну как бы Недопустимо И Как бы Много Сестер Кто жалуется На то Что Вот Я там Не могу Собираясь Вот он У меня Там Одно Один сериал Сейчас Закончил Там Второй Потом Третий Потом Уже Понятно Никакой Учебы И не Хочется И Вроде И занят Был Целый День Поэтому Изначально Из самого Корня Проблемы Лучше Отказаться От этого Потому Что Это Только Принесет Никакой Пользы В этом Не будет И Если Там Есть Какой-то Польза Там Скажут Вот Ну там Же Какой-то Там Допустим Ну вы Посмотрите Насколько Этот Вред Сопоставим С Пользой Да То есть Ну если Грубо говоря Говорят Вот Там Исторический Фильм Там Да И в то же Время Человек Кидает Читать Коран Он Его И в принципе Не начинал Читать То есть У него Есть возможность Почитать Коран Или Найти Какой-то Кружок Да Или как Группу Где он Научится Читать Коран И при этом Посмотреть Фильм Допустим Исторический Там Турецкий Фильм Ну да Там Есть Польза Но если Вы Выучили Коран Чтение И потом Решили Углубить Свои знания Историческим Исламским Как бы Фильмом Это Одно Дело А если Вы Не читали Не умеете Читать Ни арабского Не знаете И прикрываетесь Ну как бы Что там Это Вроде Как бы Не Ну как бы Нехарамный Фильм То Извините Здесь Нужно Под вопросом Поставить То есть Вы Взяли ли То что Обязано То есть Выучили Как читать Фатиха Чтобы правильно Ваша молитва Была Какие-то Там Хотя бы Этих Сур Минимальный Да То есть Минимальный Набор Там Пару Сур Как бы Я же не говорю О том Что там Весь хора Научиться Читать Хотя бы Там Выучили Ага Там Три-четыре Суры Суры Тальфатиха Знаю Как молиться Там Поститься Все То есть Обязанность Хотя бы А многие И этого Не знают Да То есть Какие-то Там Посты В интернете Там Почитали Или Да Да Там Очень Там Хороший Пост Или Еще Что-то Или Там Ватсапе Какие-то Изречения Передаются Вот там Одно Второе Это Это Все Прекрасно Это Хорошо Но Нужно Начать Как бы С самого Начала Да С какой-то Последования Там Знания Акыда Правильно Там Куран Какие-то То есть Самая База Причем Не оторвана Что где-то Там Кто-то В интернете А вот Именно Системно Выучить Хотя бы Там Основные Какие-то Базовые Знания Получить Вот Это Так Мы Чуть От Отвлеклись Если бы Ученый Поразмыслил Над тем Как прошли Его годы От чего Избавило Его знания От какого Унижения Связанное С господством Невеш Беспокойство Из-за того Что истины Остались Скрытыми От него И ликование Того Что ему Открылось Скрыто От других То он Еще Больше Стал бы Восхвалять Всевышнего Аллаха Если Больше Еще Больше Б Возрадовался Тому Знанию Которое У него Есть И Возжелал Приумножить Его Да Ну Этот Пункт Наверное Может Именно Вот Только Понять Тот Кто Уже На пути Как бы Требования Знаний Или Какое Время Хотя бы Провел Да То есть И Действительно Поразмыслил Поразмыслил А если бы я Вот Не Не был на этом пути знаний Да Или если Вот И там Сравнил Например С теми С кем он был Вот И они Не на пути знаний Да То есть Например А я бы Не научился Допустим Читать Куран Я бы Это время Например Как уже Сегодня вспоминали Там Провел бы Вот я там Выучил бы Всех героев Какого-то сериала Допустим Да А не знал бы Сахаба Не знал бы Жизнь Примеры Детям Не мог бы Вот даже Какие-то истории Можно сказать Рассказать Полезные Да Только Истории То есть человек Если он поразмыслит Сколько блага Он приобретением Знания Получает Он Возжелает Еще умножить Его А у кого нету Ну или кто Еще не на таком пути Ему Желают Уже туда Встать Чтобы Было С чем сравнить На самом деле То есть То Как Его жизнь Изменяется С момента Вот Или до того момента Как он был На пути И после Даже часто Бывает так Что сестры Говорят Хорошая В принципе Жизнь Обычная Нормальная Соразмеренная Как бы Жизнь Но Чего-то бывает Именно Не хватает Какие-то знания То есть Когда человек Живет Он знающий Ему Это Иншалла Только Во благо Достоинством Знания И отречения От мира Является То Что Великий Всемогущий Аллах Дарует Это Лишь тем Кто Заслужил Их По праву Недостатком Высокого Положения Который Занимают Люди В этом Мире Обладая Богатством И славой Является То Что Чаще Всего Богатство И слава Принадлежат Тем Кто Этого Не заслуживает Да То есть Тоже Такой Вот Такая Мысль Да То есть Уже Если Каждый Вот Из вас Кто Сейчас Слушает И Кто Возможно Читает Там Книгу Или Послушает И задумается Да То есть Вот Мне Аллах Как бы Показывает Я уже Тут Нахожусь В этом Маджлисе Да То есть Значит Как бы Показывает Что Я могу Встать Вот На путь Требования Знаний И так Далее То есть В этом Уже Как бы Благо Да Потому Что Тому Кому Аллах Дарует Вот Это Такое Путь Требования Требования Знаний Да Они Уже Как бы Как бы Уже Особенные Да То есть Уже Только Этим Они Отличаются Знания Приносят Огромную Пользу В деле Применение Своих Достоинств Так Знания Приводят Человека К пониманию Красоты Достойных Дел Которые Он должен Совершить Хотя бы Изредка К пониманию Мерзости Дурных Поступков От которых Он хотя бы Изредка Должен Отстраняться Да То есть Человек Знает В принципе А это Хорошее И даже Если он Это Сразу Не Применяет Он Его Как бы В мыслях Стремится Да Допустим Человек Мечтает Сделать Ну Построить Например Мадреса Да Он это Мечтает Но у него Сейчас нет Средств На это Но он Как бы Стремится Вот если Я буду Так И он Все время Об этом Как бы Просит Дуа Что Аллах Дай мне Например Средства На то Чтобы я Вот То-то Благое Дело И Аллах Ему Дает И если Он То есть У него Такое Было Намерение Да Он Выполнил Потом Вот это Желание Своё И Получил Всегда Стремиться К хорошим Да То есть Он хотя бы Понимает В чём Благо И к нему Стремиться Человек Не знаю Он в принципе И не знает В чём Благо И к чему Ему следует Стремиться И так же Избегает Да То есть Возможно Какие-то были Какие-то Плохие поступки И Зная Что они Плохие Он их Избегает То есть Это как бы Он уже Себя контролирует Что вот этого Не нужно И избегая И Их Через время Он в принципе Уже И не стремится К ним Потому что Это уже Искореняется Из его Списка Таких желаний Следовательно Каждое Достоинство Должно В какой-то Мере Иметь отношение К знанию О каждой Порог К невежеству То есть Человек Когда он Делает что-то Да То есть Бывает так Что человек Скажет Я вот что-то Делал Ну Потому что Не знал Что это Допустим Нельзя Да То есть Как бы Если бы Знал То бы Не делал Да То есть И когда Человек Узнаёт То есть Вот невежество Оно Может быть Причиной Каких-то Плохих Дел Знание Предохраняет Да От них Из числа Тех Кто не Обучался Наукам Достойные Дела Совершают Только люди Отличающиеся Крайней Внутренней Чистотой И идеальными Качествами Что было Свойственно Только пророкам Мир им Ибо Сам Аллах Всемогущий Обучил Их Всему Благому И им Не пришлось Учиться Этому У людей Да То есть Что только Особые Как бы Люди Могут Вот быть Делать Только Благие Хорошие Дела И при этом Как бы Не основываться На знании То есть Как бы Вот из Так Митрофон И здесь Очень важно Да Что иногда Люди Говорят Ну вот Неверующие Особенно Ну вот Мы же там Делаем Благого Никого Не убил Ничего Не украл Вроде Как бы Все хорошо Да Но здесь В основе Является Конечно Вера Потому что Без Правильных Правильной веры Убеждений То есть Даже человек Если он будет Самым Ну как бы Добрым Там Помогать бедным И излучать Все время Улыбаться Всем И радостно Быть И никому Плохого Не желать Говорить Только Хорошие Словах То Его Как бы Эти Все поступки В принципе Он же И не желает То есть Человек Не Ну не верующий Но допустим Створяющий Хорошие дела В его Даже Ну как Как бы Мыслях И нету Такого Желания Чтобы допустим Заслужить Награду От Аллах Санатали Потому что Он в принципе Как бы Не верующий И ему Это и не нужно Ну вот он Вот эти Может ответные Улыбки Там Радость в глазах Детей Которым он помог И так далее Он то получает Он в принципе Получает то Что он И просил То что и хотел Да То что мы говорили В начале Как бы Тоже Знание Если человек Желает Там ради Какого-то Стремления К благому Да Если он это Просто сравнить По Покинчице Например Что я там Лучше в чем-то То он в принципе И выиграет Или получит Там Своё Одобрение От людей Или там Какой-то диплом Или еще что-то То что он желал Он получит Ну вот Он это И желал Он получил То есть в принципе Он свои цели Достигнет Как и Вот человек Который делает Хорошие дела Но не верующий Он свои цели Желаемые Достигнет А если Намерение Правильно И цель Довольство От Аллах Сфанаталя То Близниля Помимо Какой-то Уважения Среди людей Возвеличения Знаниями Он еще и получит Довольство Аллах Сфанаталя И Иншаллах Райские сады Абу Аль-Хилляль Аль-Аскари Сказал Если ты Брат Желаешь Высочайших Ступеней Высокого положения Известности Среди людей Если ты Ищешь Славу Которую Не смогут Поколебать Ни ночи Ни дни Которую Не смогут Умолить Ни годы Ни века Ищешь Уважения Не обладая Властью Богатства Не имея денег Не имея денег Выгоду Не прибегая К силе Оружия Знатности Не имея Славного Рода Помощникам Не требующих Вознаграждения Войска Не имея Военного Ведомства И не обязывая Никого К военной Службе То тебе Необходимо Знание Вознаграждения Которую Рассчитывал В чистом В виде Прояви Усердие В приобретении Знаний В течение Немногих Ночей И будешь Испытывать Наслаждение От уважения Со стороны Других Людей Всю свою Жизнь Наслаждайся Почтением Проявляемым Тебе В оставшиеся Тебе Дни И благодаря Знанию Сохрани После смерти Память о себе И о том деле Которое отдали Свои силы Умные люди Которым отдали В котором Соревновались Мудрецы И завидовали Друг другу Достойнейшие Да Ну здесь Опять же Важно Заметить Чтобы Не только Желание Быть уважаемым Почитаемым Да Какие-то Земные А чтобы это Все было Ради Аллах Спана Тааля И тогда Это будет Иметь Истинную Ценность Да То есть Помимо Земных Благ Будет еще Благо Следующей Жизни Иншалла Перечисляя Различные Стороны Достоинства Знаний И ученых Ибн Айм Сказал 64 Сторона Наивысшая Ступенью Достигаемой Творениями Аллаха Является Ступень Посланнической Миссии И пророчества Посланников Как же Аллаха Избирает Из числа Ангелов И людей И как же Не быть Наилучшими Творениями Аллаха Тем Кого Он сделал Посредниками Между Ним И Его Рабами Чтобы Передать Свои Послания Рассказать Рассказать О своих Именах Атрибутах И делах О своих Заповедях Чем Он Доволен И на что Гневается За что Дает Вознаграждение И наказание Он Особо Выделил Их Не спас Им Откровения То есть Пророков Вахи Вахи Избрал Их Дав Им Превосходство На другими И Пожелал Чтобы Они Занялись Выполнением Посланнической Миссии К Его Рабам Он Сделал Их Самыми Чистыми Самыми Высоконравственными Самыми Совершенными В своих Знаниях И делах Самыми Приятными И самыми Любимыми И принимаемыми В сердцах Людей Творениями Он Избавил Их От всякого Позора Недостатков И подлости То есть Описание Пророков Их Качества Самыми Благородными Людьми После них Он Сделал Их Приемников И Наместников Которые Продолжают Следовать Их Путем Давая Добрые Наставления Своим Общинам Указывая Правильную Дорогу Заблудшим Обучая Незнающих Помогая Незаслуженно Обиженным И Наказывая Обидчиков Побуждая К одобряемым Шариатам Поступкам Совершая Их Удерживая От порицаемых Поступков Отстраняясь От них Призывая К Аллаху Внемлющих Наставлением С мудростью Отстраняющих Отстраняющихся Нерадивых Хороших Наставлениям Хорошими Наставлениями А управляющихся И отвергающих Добрыми Убеждениями Таковы Последователи Посланников И Наследники Пророков Да То есть Здесь Описываются Уже Ученые То есть Если Наилучшие Качества Которые Возможны У людей Были У пророков А Те Кто Последователи Пророков Знающие Люди То есть Те Которые Их Знания Несут То В них Также Должны Сочетаться Наилучшие Качества Да Наилучшие Качества 65 Сторона Человек Отличается От прочих Живых Существ Знанием И Способностью Изъясняться Да То есть Это Особенность Человека Способность Изъясняться То есть Речь И Знания Ведь Животные Звери Едят Больше Него То есть Звери Они Тоже Кушают Как и Люди Они Сильнее Их Потомство Более Многочисленное И они Живут Дольше Человека Который Отличается От них Только Знанием И Способностью Изъясняться То есть Если Мы По силе По Количеству Еды Там Количество Потомства Бы Говорили О важности Чего-то Да То Животные Они Были Более Значимы Но Несмотря На все Вот эти Особенности Которые Отличают Животным Да То есть В принципе От Людей У них Этого Больше Так Силы Там Потомства И Некоторые Люди Этим Кичатся Да У меня Там Больше Детей У меня Там Больше Жен И Еще Что-то Такого Плана Да По сути Не это Отличает Человека От Животного Да Если Не будет Знания То У человека Останется Лишь То Что Объединяет Его Животными Простое Животное Начало И он Потеряет Превосходство Над Ними Более Того Может Стать Даже Хуже Их О Людях Такого Сорта Всевышний Аллах Говорит Поистине Наихудшими Существами Существами Перед Аллахом Являются Глухие И немые Которые Не разумеют 66 Сторона Знание Управляет Всем И ничто Не Управляет Им То есть Знание Является Главным Каждый Раз Когда Возникает Разногласие На предмет Наличия Отсутствие Чего-либо Его пригодности Или непригодности Польза Или бреда Перевеса Или нехватки Совершенство Или недостатка Восхваление Или порицание Степени Добродетели Его достоинства Или прочности Близости Или отдаленности Приводит Приводит Это Искобому Или нет Приносит Ли желаемый Результат Или нет И так далее Знание Дает Право Судить Об Всем этом И тогда Прекращающиеся Споры И согласие С приятным В руках Играющего А перо Используемое Сказал То есть Факхи Кто знает Хорошо Фекх Какие-то Вопросы То есть Много Каких есть У нас И связанные И с молитвами И с постом И семейные Отношения Какие-то И наследства То есть Есть разное Тоже Опять же Направление Фекх И Факхи И те ученые Благодаря словам Которых Феттвое решение По религиозно Юридическим Вопросом Распространили Среди людей Заняты Поиском Новых Решений И определением Правил Руководствуясь Которыми Можно отличить Дозволенное От запретного Они на земле Подобны Звездам На небе По которым Ориентируются В темноте Люди Нуждаются В них Больше Чем В еде И питье Подчинение Им Является Большей Обязанностью Чем Подчинение Своим Матерям И отцам О чем Говорится В Коране О те Которые Уверовали Повинуйтесь Аллаху И повинуйтесь Посланнику И тем Из вас Кто Наделен Властью Ибн Аббазда Будет Доволен Аллах Ими Обоями По одной Из двух Версий Передачи Сего Слов Сказал Обладателями Власти Являются Знающими То есть Как бы В Тафсире Что Обладает Властью Именно Знающим Абугу Райра Будет Доволен Им Аллах Сказал Это Правители Это Другая Версия Передачи Со словом Ибн Аббазда В действительности Правителям Подчиняются Тогда Когда Они Повелевают Опираясь На Знания Следовательно Подчинение Им Является Следствием Подчинения Ученым То есть По сути Опять же Сводится К тому Что Повинуйтесь Аллаху Повинуйтесь Посланнику И тем Из вас Кто Наделен Властью То есть Знающим А Знающие Те Кто В основе Тоже Повинуются Аллаху И Посланнику То есть Их знания На основе Курана На основе Сунны То есть Соответствует Шариату Так Ахамдуллах До этого Момента Мы Сегодня Возьмем И В На следующий раз Возьмем Продолжение Уже Книга Какая книга Уникальное пособие Требующего знания Мы С вами Разбираем Так Хорошо Баракаллаху Фикунна Субхану Калхум Бахмди Кашфаду Ла 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 Сто Гф Катуб Улейк Васселаму Алейкум Вархмат Аллахи Вабарак Субхану Субхану